Здравствуйте, граждане Российской Федерации! С 24 числа с каждым следующим днём, с каждым следующим выстрелом, взрывом, сиреной, новостью, с каждым разом, когда мы слышим, как видим или чувствуем, как рыдают миллионы украинцев, и вместе с ними дети, к которым я обязательно в этом обращении вернусь. Мы взрослеем, мы взрослеем на один год, на два, на пять лет, на десять лет. Это зависит от того, в какой точке Украины ты же находишься. Вы представляете, в Украине можно вырасти, повзрослеть за один день на десять лет. Если хотите так же, приезжайте в Киев, приезжайте в Мариуполь, приезжайте в Мелитополь, приезжайте в Николаев, в Херсон, в Изюм, приезжайте. Только вы должны знать, что раньше мы были рады вам, а сейчас мы вам вообще не рады, вообще не рады. Возвращаясь к детям, хочу сказать, что, наверное, у каждого из вас есть младший брат, младшая сестра или какой-то родственник, который, допустим, до десяти лет этому ребенку, да? Так вот, представьте себе такую картину. Ваш ребенок, ваша сестра или ваш брат идет один по трассе. Один. У него есть только пакет со сладостями и игрушка. Его семью разбомбили, его дома нет. Как это вообще? Это на реальных историях. Этот ребенок реально есть. И таких детей очень много. Вам сыпят песок в глаза. Откройте уже для себя правду. Если вы нашли, как зайдем в Инстаграм, хотя у вас его запретили, вы нашли, как загружать видео в ТикТоке, хотя у вас его тоже запретили, вы найдете способ, как посмотреть брифинги наших политиков, как посмотреть интервью от наших журналистов, как посмотреть обращения наших звезд, страды и так далее. Вы сможете это сделать, если вы только захотите, но вы, кажется, этого просто не хотите, вы боитесь. А мы не боимся, мы свободный народ.